Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Сто часов счастья, разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала, Намывала любовно, неутомимо. По крупице, по капле, по искре, по блёстке Принимала в подарок от каждой звезды берёзки. Сколько дней проводила за счастьем в погоне, На продвухшем перроне, в гремящем вагоне. Моя взбивала в нетопленном доме, Ворожила над ним, колдовала, Случалось, бывало, что из горького горя Я счастье своё напевала. Зря говорится, что надо счастливой родиться, Надо только, чтоб сердце не устало над счастьем трудиться, Чтобы не было сердца лениво-спесиво, Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Замечательные слова. Стихи Вероники Тушновой, да? И потрясающая ваша музыка. Спасибо вам за эту песню. Вот, пожалуй, один из немногих кадров, По крайней мере, сегодняшней программы, Когда мы видим вас с оркестром, да? К сожалению, да. Вот так подобраны музыкальные материалы, Так подобраны. Конечно, мне хотелось бы больше показаться с оркестром, Понимаете, сказать. Но, видимо, так удобнее, я не знаю. Ну, мы знаем отлично, что у нас в гостях Выдающийся музыкант, который с биг-бенда прошлых лет Превратил в ультрасовременный джаз-оркестр. Государственный оркестр Армении Сегодня к нам пришёл в гости. Вам адресует вопрос Юрий из Санкт-Петербурга. Юрий, здравствуйте, добрый вечер. Юрий, добрый вечер. Алло. Да-да-да, здрасте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел большой привет И поздравить с наступающим днём рождения Константина Арбеляна. Нам очень тепло вспоминать Сэмой Наши встречи в Таллине, Петербурге, Ну, в Ленинграде, В Сочи И так далее. Юра Эмма. Очень приятно. Очень приятно, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое за воспоминания. Спасибо. Мы накануне день рождения находимся, простите за неверность. Нет, уже было. Уже был день рождения. Прошло 20 дней назад. 20 дней назад, но всё равно ещё тепло-тепло-тепло-тепло, да? Что касается оркестра. Вот я неоднократно читал, что ваш стиль руководства достаточно такой серьёзный в оркестре, императивный. Да? Правда об этом пишут журналисты или не совсем верно? Что в императивном стиле руководства государственная оркестра... Мне это часто приходится слышать, об этом пишут, что я был так очень жёстким руководителем, что ли, деспотичным. Я на это всегда отвечаю, о том, что тот, кто приходил в оркестр, так сказать, расти, работает над собой, и, так сказать, быть полезным, нужным в нашей работе, и мы были им очень рады. Ну, а если кто-то приходил просто развлекаться, это гастроли, это зарубежные гастроли и всё прочее, то, конечно, иногда приходилось быть и, так сказать, и жёстким как-то, и прочее, прочее. Так что... Но я с коллективом очень дружил вообще, и вот недавно спросили у одного моего музыканта, правда ли, что Орвелян был очень жёстким и деспотичным в работе. Он сказал, в работе да, в жизни нет. Так что так, в работе, может быть, и да, но в жизни никогда. Ну, наверное, в творчестве эта жёсткость необходима, особенно когда ты руководишь огромным творческим коллективом, ты ещё руководишь им много лет, 36 или сколько лет? 36 лет, да. 36 лет, да. Если, тем более, это джазовые музыканты, вы знаете, сказать, ну, вот такой немножечко такой, как бы, сказать, свободолюбивый, что ли, сказать. Константин Истамбов, мы вас слушаем. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Здравствуйте. Я, к сожалению, только сейчас включил телевизор и увидел эту замечательную встречу с Константином Арбеляном. Вообще, обожаю армянскую джазовую школу. Люблю Татевика Ганессиан, помню Голу Хаганус, Арташе Саветяна. Очень интересно узнать отношение вашего гостя, Владимир, вот к этим исполнителям. Как сложилась их судьба и что связывает Арбеляна с Татевик и с Лолой Хаганус, с Арташе Саветяном. Спасибо вам большое. Удачи вам. Ну, долгой-долгой творческой жизни. Спасибо. Татевика Ганессиан живет в Нью-Йорке, очень успешно, очень успешно гастролирует, выступает с лучшими американскими ансамблями, очень на виду, сказать, очень высоко ценимо и почитаемо в Америке. Что касается Лолы Хумянц, то ее, так сказать, она ушла из жизни уже несколько лет назад, а муж ее, вот Арташе Саветяном, которому вы сказали, он живет в Лос-Анджелесе и тоже вот, и тоже поет иногда вот так, что вот так. А что касается Татвик, Татвик в полном порядке, живет в Нью-Йорке и недавно была на гастролях в Лос-Анджелесе, это были замечательные концерты. Да у нее уже на первых этапах даже, вот уже ее тогда Элой, по-моему, из Еревана называли, да? Первой леди советского джаза. Да, Элла ряд... Когда в 75-м году мы ее привезли в Америку, ей было тогда 17 лет, и она пользовалась огромным успехом. Вот Лариса Долина и Татвик, это были лучшие джазовые певицы нашей страны. Элла имела в виду сравнение с Эллой Фиджеральд, конечно, да? Вот почему ее именно так называли. Давайте Татвик Аганесян мы увидим с вами прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не могу вас не спросить, почему в свое время отказались от предложения Утесова перейти в его знаменитый джаз? Мне хотелось остаться в Армении и быть нужным своему коллективу, в котором я работал. Потом уже в те годы, где-то через год-два я оставил оркестр и учился. Я кончил консерваторию и в аспиранторию учился. И уже очень много времени отдавал созданию и академической музыки, и классической музыки. А в 1956 году, когда я возглавил коллектив, мне приходилось, так сказать, как-то балансировать, работать и в академическом жанре, и в джазе работать. Тогда же симфония была написана, и балет «Бессмертие» был написан, и много других произведений тоже было написано. Ну а сегодня, Константин Капаронович, удалось остаться ереванцем, находясь в Америке? Вполне. Да? Вполне, вполне. Вполне, да. То есть, в чем это выражается? Почему вы сегодня ереванец, находясь в Америке? Во-первых, это по музыке видно. Вы знаете, мы же сегодня лишили возможности показать много моих произведений. Но вышло 8 новых CD-дисков, это о чем-то говорит. Написано очень много произведений, которые сегодня, конечно, в рамках, так сказать, сегодняшней передачи, они не могут прозвучать. И вот по музыке, конечно, это тоже чувствуется, такого ностальгического такого плана музыка. Ну и, наконец, каким был таким, я и остался вообще, так сказать, понимаете, вот так. Более того, когда я был юный, когда увлекался до безумия совершенно американским джазом, и сейчас я, так сказать, все, мы слушали американскую музыку и по радио, так сказать, и записи, все, то сегодня у меня в Лос-Анджелесе, значит, у меня вот включен канал на Ереван, Москву. Каждый день я смотрю новости из Москвы, вести из Москвы, новости. Ну и, наконец, Ереван у меня включен, мне хочется, так сказать, как-то, так сказать, приобщаться к тому, что происходит. А уехали вы уже после распада СССР, да? Да, после, да. Сложно было тогда в Ереване работать, да? Знаете, тогда вообще сложная была обстановка в Армении. Тогда Армения осталась без света, без тепла. Вы знаете, это были годы очень тяжелые, не буду сейчас об этом говорить. Сейчас в Армении совсем другая. У нас на днях, так сказать, вот был День независимости, значит, Армении, значит, на площади, так сказать, вот бывшей площади Ленина, сейчас это площадь независимости. Это был изумительный, так сказать, день, открытие фонтанов на уровне, так сказать, Лас-Вегаса вообще, вот такие, так сказать, концертная программа. И вообще Армению сегодня, конечно, Армения сегодня совсем другая, так сказать, много, так сказать, Армения прямо, так сказать, на глазах меняется. Я когда читал одно из ваших интервью, мне очень понравился ваш ответ журналисту. Он спросил, не помню, здесь не записал себе вопроса, хотели ли бы вы повторить, сегодня возглавить оркестр и так далее. Вы ответили ему следующее, снова прожить жизнь, очень хотел бы, а повторить ее, не знаю. Я и сейчас, так сказать, готов точно так же ответить вам, да. Прожить, да, повторить, надо подумать вообще, конечно, о чем-то. Или если повторил бы я ее, наверное, очень многое сделал бы иначе. Ну вот редкий ответ на самом деле. Часто приходится слышать от людей то, что я бы в жизни своей ничего бы не стал менять, пошел бы по тем же тропам, по той же дороге. Нет, сейчас, вот что-то, что-то хотелось бы говорить. Вообще, и, наконец, в личной жизни есть какие-то моменты, когда сам себя смотришь, прожитую жизнь, все как-то где-то за что-то себя осуждаешь. Тоже без этого нет жизни вообще, да. И, конечно, о чем говорить, иногда это чувство такой, так сказать, сожаления, досады какой-то, так сказать. Ну, может быть, так, может быть, это уже с возрастом приходят вот такие откровения, понимаете, все прочее. Но во всем случае что-то поменялось бы, конечно. Я думаю, 57-й год бы не стали менять, поскольку он был большим и знаковым в вашей жизни годом. 56-й, наверное. 56-й или 7-й, потому что вот я вспоминаю 50-летие назад, мы сейчас уже выходим из эфира, тогда вы становитесь членом Союза композиторов СССР, знакомитесь с Леграном. Брата своего, которого считали погибшим на войне, находите все тогда. Это правильно, это было. И многое-многое другое. Конечно, да. К сожалению, вот многое-многое другое не позволяет сегодня, вот ограничения во времени нам сегодня оценить и поговорить. Я очень надеюсь, что, бывая в Москве, вы не забудете и про нашу программу. Ну, во-первых, был рад очень много с вами встретиться, слышал про вашу программу и видел ее. Кстати, в Америке ее обе не дают. У меня дома нет вот этого, так сказать, возможности слушать. Я у друзей иногда слушаю. Я очень рад, что я сегодня принял участие. Пожалуйста, смотрите армянский канал. Наша прямая задача теперь внедрится в вашу армянский канал и напоминать о себе. Я сказал, что я смотрю и новости, и вести из Москвы, и другие программы. Спасибо вам большое. Очень приятно мне было с вами пообщаться. Спасибо. Рожденный в СССР Константин Арбельян был у меня сегодня в гостях. Встречаемся в понедельник. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.